здравствуйте сегодня мы поговорим об угловых шлифовальных машинах метаба серии rt rt это уши мки с удлиненной основной рукояткой из пистолетного типа пока удобная хорошая существует две разных платформы платформа мэдэн чайна 1500 ватт а то есть и платформы дэн джермане 1750 ватт и 1900 ватт чем эти машины похожи чем не отличаются в первую очередь все эти машины оборудованным быстросменным легко регулируемым бесключевым кожухом защитным дополнительный рукоятка антиберационной базовый либо более расширенный есть версии с углеводкой оборотов есть без все эти машины базируются на электронике с тахо датчиком то бишь метаба так констоматик и метаба варю так констоматик варю это наличие регулировки оборот нам электроника позволяет поддерживать нагрузку то есть удерживать ее до пленом диапазоне токов кто мы сегодня поддемонстрирует также чем отличаются или похожи эти машины у данной машины защита от заклинивания электронная то бишь по перегрузу электроника отслеживает и выключает у машин сделано в германии защита от заклинивания стоит механическая метаба с автоматик редуктор у соответственно немецких машин полностью асимметричный может переставляться шагом 90 градусов как сделано вот с этой машины подрез она настроена у машины сделано в естественно наши фабрики в китае перестановка редуктора возможно с шагом 180 градусов кабель во всех случаях будет резиновый на машинах 1500 ватт он будет потоньше сечением скорее всего это полтора здесь же на немецких машинах тоже кабель идет чуть уже другой ножка изоляции до соответственно два по одному диаметры дисков машины производимые в китае существует двух видах это 125 и 150 миллиметров глубиной реза соответственно 32 и 44 миллиметра машины производимые в германии имеют диаметр оснастки 125 150 180 180 включительно машина идет на 1900 ватт по дополнительным особенностям это бесключевая гайка метаба как она снимается вы это видели естественно предыдущих наших роликов и соответственно есть версии с блокируемой рука я клавиши как вот сейчас да есть такая же клавиша на не блокируем а это требование безопасности сша в европе чтобы пользователь случае дара какого-то заклинивания до машину выронил она тут же выключилась из дополнительных оснащений которые не поставляются вместе с машиной смесь этими машинами допутная вот такая вот сеточка фильтр тип клин убивается на штатный воздух заборник и предотвращает попадание внутри машины в крупных частиц бетонные пыли абразивные пыли грязи нет кусков металла и так далее чтобы у нас не страдала вентиляция давайте мы сейчас с вами протестируем на что мы застрим внимание работа электроники базируется на потребляемых токах эта машина заявлена 6,8 ампера это номинальная нагрузка режим работы с 1 в таком режиме машина может работать с утра до вечера не перегреваясь соответственно да то есть номинальной нагрузки пока не сточат из щетки щетки кончились сработала система защиты автостоп щетка естественно метабы то есть где стоит мы щетки поменяли поехали дальше машина 1750 ватт она имеет токи потребления 7,8 ампера и машина 1900 ватт имеет токи потребления 8 8,5 ампер я хочу вам продемонстрировать что такое электроника какие пороги отключения у машин существуют то есть мы посмотрим при номинальной нагрузке какой скоростью режет машина и в перегрузе да и на такой перегрузке у всех этих трех машин срабатывать защита то есть машина перегружается и включает индикатор говоря нам что вы перестаньте меня давить если будем работать постоянно в перегрузе то машина более активно стачиваются угольные щетки более активно стачивается коллектор ламельные да то есть и машина чуть быстрее выйдет из строя но опять же для этого электроника нужно чтобы позволять это делать если нам необходимо очень быстро активно что-то отрезать или что-то зашлифовать приступаем тестом сейчас работала система защиты где-то величина токов была примерно один с половиной 12 ампер это двукратная перегрузка от заявлены то есть что это значит то что машина может выдерживать достаточно большие перегрузки при работе эта машина предназначена именно для строительной сферы для периодических работ так срабатывает защита от заклинивания этого машина сама машина выкручилась она отжимаем кнопку опять она работает продолжим испытания на машине 1750 промышленная серия метаба в.е. и.в. и.в. 17-125 или 150 квик рт машина сделана в германии защитной муфты механической с полновомного электроникой данная версия без регулировки оборотов есть регулировка цель теста показать какие токи пластового хода номинальный ток по которому сертифицирована мощность это 7,8 ампера и какой ток перегрузки данной машины то бишь на какой нагрузке физически при резке металла 25 миллиметров у нас машина уходит именно в максимальное потребление также покажу как срабатывает механическая муфта с автоматик да то есть она срабатывает одновременно с электроникой в этот момент надо ловить поехали как мы убедились эта машина на холостом ходу потребляет в два раза большая энергия нежели версия в 1500-125 которая произведена в китае эта машина при резке номинальными токами его режет два раза в среднем быстрее нежели опять же произведенная китая потому что эта машина под заводы под непрерывную нагрузку этапа эпизодическую естественно разную стоимость и соответственно перегруз который мы видели то есть когда я предлагал достаточно серьезные усилия чтобы остановить на пусть кубе слабого стоит 20 миллиметров машина потребляет в зависимости от как сильно давишь до до 20 22 ампер токи то есть сумасшедшие киловатта машины по стычке въезд из сети соответственно муфта и срабатывать на одновременно с электроникой на видео было видно когда я диск остановился текстом зубы или еле слышен когда у нас работает полностью вся механика данный диск стоит учет на место есть механическая ну и соответственно неблокируемые клавиши тоже прекрасно видно как она работает если коснулся на выключается то есть машина подозначена для шлифовки если мы говорим что 25 круг для резки есть такая же машина 100 150 кругом для тех кто умеет считать свои деньги на производство давайте познакомимся теперь с машиной 1900 ватт на что способна она и соответственно подведем итог глава шлифовальная машина метаба в е или в е а или в е п б а 19 20 19 80 крт чем она примечательна 1900 ватт компактном корпусе весом 20 килограмма мощность не 1900 ватт это 8 с половиной ампер это номинальные потребляемые токи то есть это непрерывная работа резко шлифовка в этих токах можно работать с утра до вечера пока не кончатся угольные щетки наша задача посмотреть помощи имперметра итоги потребляется хвостом ходу какие как она работает при потреблении номинальных токов и что будет происходить двигателем какие он будет брать токи рада сети при перегрузке соответственно поехали а Соответственно, машина огонь, зверь, то есть она не уступает ничем аналогичным моделям с кругом 180 мм, но в более тяжелой весовой категории, правила машины до появления этой машины, все машины 180-ой строятся на электрике 2 кВт, 2,2 кВт, здесь машина очень компактная, маленькая, при этом сумасшедшая мощность, обладает за счет оптимизированной системы охлаждения, по-другому сделаны здесь роторами, там марафон, Соответственно, вы видите, что резко 25-го прутка стали, заключается в забаву, да, то есть даже если очень сильно давить, конечно, мы теряем скорости, не работает абразив, но это я показываю для того, чтобы могли предположить, как это будет происходить при шлифовке, потому что при шлифовании некоторые наши клиенты достаточно сильно давят на машину, приводя ее в перегруз, это, при данном краткосрочном тесте у нас даже не сработала система защиты, как к перегреву, да, то есть обычно она срабатывает, начинают гореть индикаторы, машины, теряют скорости, то есть эти нагрузки кратковременные, ей ни почем. Итак, мы познакомились с способностями сетевых машин УШМ Метаба серии РТ 1500, 1650 и 1900 Вт, на что они способны, что они могут, насколько быстрее они режут, медленнее. Полный ассортимент угловых шлифовальных машин Метаба доступен в интернет-магазине Кувалда.ру, подписывайтесь на канал, заходите в гости, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok